Строительные работы на объекте вышли на финишную прямую. Фасад нового здания готов, ведутся внутренние отделочные работы. На днях была протянута система отопления. Сегодня мы завтра обратно повешаем. И тепло завтра к вечеру, наверное, будем подавать. В наличии все батареи есть, да? Все есть. Разрешение сегодня получаете? Да. И МРСК сегодня после обеда меня по постоянным стенам включает. Работы идут по графику. Там, где провели электрику, стены шпатлюются. В некоторых классах произведена покраска. Новый корпус и основное здание школы соединено теплым переходом. На прошлой неделе плитка была уложена, однако позже ее пришлось демонтировать. Вы точно так же прошли вместе со мной по теплому переходу и видели, была положена плитка, но она уже снята, обратно демонтирована. Подрядчик сам посмотрел, что работы были сделаны не совсем правильно. Для того, чтобы маломобильные граждане прямо так не укатились дальше, было принято решение изменить угол наклона и площадочки. Новое здание рассчитано на 350 мест. Первую смену будут учиться 10-11 классы, во вторую – 286-классников. В каждом кабинете будет установлено современное оборудование. Школа, согласно перечню, представила свои заявки, что было бы предпочтительно, какая мебель, какое электронное оборудование, лабораторное оборудование. И свои предложения передали в Улан-Дестрой заказчика. По сведению Улан-Дестрой заказчика у нас торги проведены, ожидается поставка оборудования. К завершению строительства оборудование будет установлено и смонтировано. Готовность объекта – 95%. Помимо отделки и установки оборудования, подрядчик должен провести благоустройство на прилегающих территориях. Пристрой в 49-й школе обещают сдать в ноябре этого года. Батар Ламбаев, Жаргал Сариндашиев. Новости дня.